здравствуйте дорогие друзья сегодня сделаем маску с куриного яйца маску одну очистительную а другую питательную потому что лицо наше должно быть в лучшем случае хотя бы свежим и чистым для этого я разделила уже белок от желтка и в белок добавляю столовую ложку обыкновенного сахара белок с сахаром сбила не до устойчивых пиков не так как на крем а только до того момента чтоб сахар растворился в белке и теперь этой жидкостью сахарной такой наношу ее на лицо и буду чуть-чуть поджидать пока она питается и потом буду делать такой легкий поглаживающий похлопывающий массаж все нанесла и несколько минут нужно будет подождать наносим и на лицо и на шее можно даже на область декольте у меня одежда не позволяет вот уже чувствуется белок остывает как бы впитывается он естественно не горячий и я имею ввиду остывает такой он делается застывает скорее можно сказать ну в этот момент не оставляем лицо без присмотра а постоянно полаживаем его по ходу лимфатических и массажных линий вот он уже чувствуется уже как бы чуть-чуть липнет к рукам очень такое я бы сказала приятное ощущение такое вот между руками и лицом вот уже можно по чуть-чуть вот так прижимать и отпускать прижимать и отпускать похлопываем вот уже начинается это как медовый массаж но для лица медом делать я бы не рекомендовала а вот с сахаром очень даже хорошо и вот так потихонечку придавливаем и медленно если вы медленно отводим вот так руки ладошки вот когда вы же чувствуете что она прилипает сильно к лицу руки прилипают вы добавляете чуть-чуть наносим опять небольшое количество белка с медом и и продолжаем очищение опять ждем пока питается при этом делаем такой поглаживающий приятный такой массаж от лица любом возрасте еще раз повторяю лицо должно выглядеть очень красивым или в лучшем случае хотя бы ухоженным мне когда-то довелось работать некоторое время в аргентине в массажном салоне где я работала массажистом а там стояли восемь кресел и люди девочки и даже мужчины приходили на массаж лица на маски лица очень редко делали они макияж только по больше очень большим праздником почему потому что там всегда жарко и косметика просто плыла с лица поэтому у них не оставалось другого выхода как просто делать уход ухаживать за лицом потому что скрыть какие-то погрешности на лице при помощи декоративной косметики не представлялось возможным поэтому люди люди постоянно ухаживали за лицом ну и я одним глазком постоянно наблюдала у меня был отдельно свой массажный кабинет я была массажистом по так сказать по всего тела начиная от головы и кончая пятками вот а вот лицо я не делала лицо делали они и естественно почему их было девчонок там шесть иногда семь которые делали эти массажи и уход за лицом а я была одна потому что для каждого человека именно лицо это лицо его да лицо компании лицо лицо человека есть лицо вот это я увидела что люди очень много уделяют внимание именно этому чтобы закрасить зашпаклевать за спрятать все а наоборот чтобы вытянуть убрать сделать маски сделать там были всевозможные охлаждающие маски вот ну в общем и и естественно массажи массаж он имеет большое значение он разогревает если еще вы сделаете перед этим воротниковую зону массаж головы а после этого нанесете маску очистите сначала лицо он даже при помощи вот такого очень простого средства сахар и и и джелот это отличный массаж смотрите лицо делается более розовым щечки можно сказать чуть чуть потягивается ну смотрите в каком возрасте смотрите в какую цель цель вы преследуете так сказать конечно чистота лица зависит от чистота чистоты всего организма если у вас хорошо работает работают внутренние органы особенно очистительные печень почки если вы правильно питаетесь вовремя отдыхаете вот видите тут носовая часть вот здесь вот часто ох уже глаза слипаются с крыла глаза не виллер скрыл конечно вот здесь возле глаз здесь очень тонкая кожа и как обычно вы знаете делать так как такого нельзя можно чуть чуть подтянуть и так мы делаем 3 я делаю 3 раза еще раз наношу так таким образом и маска не высыхает да мы постоянно и энергетически вот это вот наносим все тоже и на физическом уровне ну и естественно пропитывает глубокие слои более глубокие слои не просто мы там массажируем сверху нанесли и все а при помощи этой маски этих вот движений мы разогреваем и очищаем более глубокие слои нашей кожи лица кожи нашего лица тут можно посмотреть на зеркало бывает если делает человек это впервые я даже в этом салоне часто наблюдала когда человек приходит постоянно на постоянной основе то у него лицо как бы реагирует одинаково краснеет там чуть-чуть как бы розовеет у кого как у кого какое еще у кого какая тема потому что я например видела аргентинцы они люди вот заодно можно сюда нанести они же люди южных южного полушария там где тепло у них кожа не такая светлая как вот у нас вот поэтому и лицо может краснеть у некоторых розовое делается а у у некоторых вообще светло-розовое но бывает пятнами вот если вы вот такое будете делать кстати делаете вместе со мной вы можете остановить видео чем хороший этот массаж и это очищение что продукты которые мы мы пользуемся при этом массаже они практически у всех есть правильно белок и и сахар вот поэтому вы можете приостановить это видео быстренько себе такое сделать можно даже вилочкой там сболтали и уже сидите смотрите и делайте это вместе со мной сейчас так мало время если я вас его забираю то пусть вы даже его используете с пользой для себя правильно вы можете повторять то же самое что я делаю и потом вы будете довольны вот все вы будете чувствовать то же что чувствую я каждым разом с каждым ой с каждым нанесением мы чувствуем все больше и больше слой этого раствора этой масочки мы чувствуем на себе поэтому уже если дальше ладошками делать очень ну как бы надо здесь еще и меру предосторожности чтобы мы не сорвали кожу правильно может если у кого-то есть какие-то противопоказания может есть какие-то там бугорочки какие-то ссадины какие-то может прыщики там что-то такое то конечно здесь надо быть очень осторожным если вы даже нанесете такую маску то бы аккуратненько пальчиками 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 можно разные ощущения можно сказать Смотря, как вы себя поставите, повернете голову, шею. Экспериментируйте, вы знаете, экспериментируйте. Оно все будет вам только на пользу. О, уже хорошо тянет. Так. Моему лицу, конечно, уже много лет. Поэтому над ним нужно работать больше. А если вы более молодая, может, вам нужно пару раз нанести. Но дождаться того момента, когда оно начнет хорошо липнуть к рукам, к пальцам, надо в любом случае. Ну, вот так. Не знаю, сколько. 10-15 минут. 10-15 минут. И красота. Итак, мы подготовительную маску. Подготовительную маску, массаж, очистительную маску и очистительный массаж с вами сделали. Через какое-то время можно было сделать и другую маску питательную. Хотя и после этой маски, хотя и после этой маски, после этого массажа у вас лицо будет... Ну, давайте посмотрим. Я сейчас пойду все это смою. На лице не должно не остаться ни одного места, где бы вы все это не промассажировали. Либо это все хорошо не прошли. Я рада, что это со мной до сих пор. А теперь в желток добавляю несколько капель оливкового масла. Такое же количество лимонного сока. Ну, если у вас лицо более сухое такое... Нет, вернее, если у вас лицо жирное, то можно лимонного сока больше добавить. Если это как у меня, то я, конечно, немного добавляю. Так, и натуральный нот. Все это хорошо перемешиваю. Я люблю желток. Желток у меня с домашнего... Курица с домашней. Он более питательный, витаминный. Хорошо, если курочки ходят вообще где-то на улице. Но сейчас зима. Хорошо хоть такие есть. Потому что люди уже ленятся ухаживать за птицей. Поэтому купить где-то такое яйцо не так легко. Так, все это перемешиваю. И теперь эту маску уже наношу на лицо. Начинаю с части лба. По массажным линиям. Такую маску можно нанести на шею. Можно, конечно, подождать, чтобы немножко подсушилось и опять нанести. Но я делаю чуть-чуть по-другому. Сейчас я вам покажу. Если вы делаете вместе со мной, пишите, какие ощущения у вас во время этой процедуры. Дальше у меня вот такая самодельная салфеточка. Это обыкновенная марлия для отверстия для носа. Вот. И теперь я могу чуть-чуть нанести этой маски на эту салфеточку. И сейчас я это все закрываю в лицо. И прилягу в постель, на диванчик, чтобы немножко она впиталась. Сейчас пройдет время. Я могу, лицо мое будет отдыхать. Через 15 минут я сныла эту вторую маску с лица. И сейчас наношу небольшое количество питательного крема. Наношу на лицо. Этим завершаю уход за кожей лица. Лицо стало намного лучше. Я рекомендую такие процедуры, такие маски делать для людей, кому 60+. Эти маски натуральные. Они очень действенные. Они проверены временем. И есть неплохой омолаживающий эффект. Так что, такие процедуры очень полезны для нас, для девочек. Да и для мальчиков тоже. Делайте их. Будьте здоровы. Будьте всегда красивы. И до следующих моих видео. Будьте жертвы. Будьте следhen. Продолжение следует...